Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас несколько обновленный формат, попробуем для разнообразия. В любом случае обязательно пишите сегодня комментарий, как он вам, стоит ли периодически к нему прибегать, либо можно придерживаться того формата, с которым работали раньше. Ну что ж, прежде всего хотелось бы снова сделать акцент на то, что, друзья, у нас есть очень насыщенный по контенту канал на YouTube. Я очень надеюсь, что вы на него подписаны. В курсе всех обновлений, дополнений по видеоматериалам, которые там появляются, следите за моими брифингами и так далее. Собственно, вчерашний брифинг на тему самую актуальную, наверное, для финансовых рынков сейчас – это действия Трампа, которые касаются мер экономического стимулирования. Причем то, как меняется риторика Трампа, это напрямую влияет на поведение финансовых активов, на волатильность. Мы следим за его твитами и стараемся использовать это как хорошую фундаментальную базу для тех торговых идей, которые у нас есть. Друзья, не забывайте оставлять ваши вопросы, комментарии в секции, которые специально для этого предназначены. Вчера у нас очень насыщенная беседа получилась, встретиться в комментариях. Может быть и больше. Друзья, я призываю вас делиться вашими точками зрения. Очень рассчитываю на коммуникацию всех членов нашего трейдерского сообщества. Чем больше у нас будет мнения, тем больше, соответственно, будет шанс выйти на какую-то золотую середину. Всем большое спасибо за лайки. Это еще не пределство. 7, конечно же, не так уж и много. Но, возможно, лайки напрямую зависят от той темы, которую мы обсуждаем. Друзья, также хочется отметить то, что на нашем канале, точнее на нашем сайте в разделе «Аналитика» есть очень много инвестидей, даже по тем активам, которые я не всегда разбираю, но понимаю, что они могут представлять интерес для вас. То есть заходите, смотрите. Вот вчерашняя торговая идея. Опять же, по доллару и иене, по перспективам американского фондового рынка. Сегодня мы о фондовом рынке тоже поговорим. Ранее разбирали ситуацию с нефтью и австралийцем. Если есть прямые запросы, например, от вас о том, что сейчас вам очень интересно, и что бы вы хотели, чтобы я разобрал, обязательно также пишите в комментариях. Ну что ж, к экономическому календарю. Опять же, если говорить про события вчерашнего дня, на что нужно было обратить внимание, и сейчас уже по горячим следам можно сказать, что оказалось самое большое воздействие на финансовые рынки. Я не очень-то ожидал, что Кристин Лагард сможет как-то раскачать движение европейской валюты против доллара. В принципе, ожидания оказались оправданы. Лагард сейчас не обладает, скажем, эффектом значительного воздействия на курс европейской валюты, потому что мы прекрасно знакомы с ее риторией. Мы знаем, какой политики придерживается Европейский Центральный Банк, и прекрасно понимаем, что в ближайшее время, под ближайшим временем, я думаю, что до конца года ничего не изменится. Более интересным был отчет по запасам нефти США. Запасы, к моему удивлению, в этот раз выросли. И стоит отметить, что в этот раз мы наблюдали за тем, что отчет от Администрации энергетической информации практически совпал с оценкой Американского института нефти. Конечно же, если говорить, рассуждать с позиции логики, то данные по росту запасов – это тот самый фон, который должен был бы стать причиной снижения цен на нефть. Но, честно говоря, сейчас по нефтянке у нас несколько иной прогноз по тому, что с ним может произойти дальше. Я чуть позже о ней расскажу, и вы поймете, в принципе, на что я делаю больше акцент. Сегодня, друзья, по содержанию экономического календаря давайте обратим внимание на выступление председателя Банка Англии. Бейли фонт оставляет за собой лидерство и статус самого волатильного инструмента. Бейли, конечно же, вряд ли нам может что-то сказать интересного. Но вот в качестве сценария, например, если британский регулятор анонсирует готовность к снижению ставки ниже нулевых значений. То есть это вполне возможно, учитывая ситуацию с коронавирусом. В Англии, для тех, кто забыл, напоминаю, что Англия сейчас остается практически на передовой по количеству заболевших. И я думаю, что ситуация будет только ухудшаться, и она может потребовать дополнительные меры ограничения и карантина, которые приведут к еще более негативным экономическим последствиям. После выступления председателя Банка Англии Бейли следующий отчет – это данные по заявкам на пособие по безработице. Чуть-чуть провалимся в этот релиз. По прогнозам, друзья, мы можем увидеть цифру 855 тысяч, хотя я думаю, что значения будут ниже, чем тот уровень, который мы наблюдали по итогам прошлой недели, ранее – 837 тысяч. И вот по этому графику может показаться, что тенденция нисходящая, и в принципе, это позитив. Но если чуть-чуть отмотать назад, например, на хотя бы квартал, ну, может быть, чуть больше, то мы помним, опять же, по комментариям Белого дома, в том числе и под резерву, о том, что рынок труда должен быстро восстановиться уже в третьем квартале и показать еще больший рост к концу 2020 года. То есть уже сейчас, по их прошлому прогнозу, количество заявок на пособие по безработице должно было держаться ниже 300 тысяч. Но вот ситуация на самом деле совершенно иная. Количество заявок остается на катастрофически высоких уровнях, поэтому мы время от времени упираемся в очень слабые данные по Non-Farm Perils, которые указывают на то, что безработица по-прежнему более 22 миллионов человек. В этом нисходящем тренде позитива видеть не стоит. Сегодня, опять же, я думаю, что цифра будет ниже, чем прогнозные значения, и рост числа обращений за заявками за пособиями по безработице будет воспринимать в качестве еще одного негативного фактора для в целом американской экономики и для доллара. Вот здесь статистика Джона Хопкинса и исследовательского центра по количеству случаев заболеваний коронавирусом в США. Как вы видите, ситуация остается в катастрофической штате на первом месте. И вот этот график очень интересный, надеюсь, вы сейчас видите, по количеству ежедневных случаев. Вот у нас есть, конечно же, статистика, получается, с отставанием в один день, насколько данные только собираются. Последняя цифра, которую мы здесь можем проанализировать, это 6 октября. 43 тысячи дневных случаев, друзья, это настолько много, что просто ужас. Поэтому понятно, что риторика, которую мы слышали в начале этой недели в ходе пресс-конференции Джерома Пауэлла, это риторика, которая свидетельствовала о том, что нисходящие риски для американской экономики сохраняются, и ей нужно помогать. То есть нужно дополнительно стимулировать посредством выделения ликвидности. Еще две важные новости, которые сейчас правят рынком в плане фундамента, это первое, это решение Трампа прекратить переговоры с демократами по мерам стимулирования. Собственно, это то, что во вторник обвалило финансовые рынки. Представители Белого дома прекратили переговоры о мерах стимулирования. Это решение, которое было адресовано представителей Нейнска и Лоси. В частности, мы о нем очень детально вчера с вами говорили. Первая реакция рынка, поскольку долгое время все настраивались на то, что Конгресс выделит новые деньги, разочарование и, безусловно, распродажа. Если мы сейчас обратимся к фондовому рынку, например, вот эта свеча, которая по S&P, смотрите, она как раздатируется тем временем, когда выходили эти новости, 6 октября, и спад с 3,4 пунктов до 3,327. По Dow Jones, в принципе, вот тоже вот это нисходящее движение, когда локально появилась паника. Но сейчас все возвращается на прежние места. Да, фактически мы уже вышли к уровням, на которых были до этого обвала, и по S&P, и по Dow Jones. Это опирается на новости. Я допускаю, друзья, то, что Трамп, конечно же, вот этой жесткой риторикой, может быть, и наломал дробь, но тут же советники ему сказали, что нужно справляться, потому что выиграть все выборы на фоне падения фондового рынка невозможно. И вчерашние заявления, опять же, Трампа призвал Конгресс уже на этой неделе, друзья, одобрить пакет поддержки для малого бизнеса. Речь идет о солидной сумме 250 миллиардов долларов, причем 25 миллиардов планируется выделить на поддержку авиакомпаний, 135 миллиардов для малого бизнеса. Это все хорошо. Это фоном в качестве таких локальных мер стимулирования неплохо. Но я советую вам обратить внимание вот на вот это. Обсуждает формирование четвертого пакета стимулирующих мер для преодоления последствий коронавируса. И самое главное, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере 1,2 тысячи долларов на человека. Это то, что было необходимо покупателям фондовым рынком ранее. Это то, о чем я говорил, то, что рассчитывал получить в качестве решения от Конгресса. Но неважно, каким образом, через какие-то прямые директивы от Рампа, либо компромиссные решения с законодателями Конгресса, но это решение фактически, друзья, уже есть. Поэтому те безработные, которые сейчас нуждаются в дополнительных деньгах, их получат. Часть этих денег будет направлена на фондовый рынок, ну и, разумеется, поддержит ралли, которая сейчас уже начинает набирать оборот. Поэтому я рекомендую длинные позиции по фондовому рынку сохранять. Вы знаете мои предпочтения по фонде. Я работаю с индексом Dow Jones. Сейчас 28 280 пунктов и ждем движения в район 29 000 пунктов. По S&P расклад такой же, восходящая динамика, тренд и закрепление выше 3 500 пунктов. Индекс американской валюты. Движемся мы в рамках нисходящего канала. Опять же, вот этот рост, который мы видели, это ответная реакция рынка на приказы, фактически поручения Трампа прекратить переговоры с Конгрессом. Но, как я только что уже отметил, позиция Трампа смягчилась. И индекс доллара снова полетел. Друзья, индекс доллара будет дальше снижаться. Только что обратил ваше внимание на вероятность увидеть повторно плохие данные по рынку труда посредством заявок на пособие безработицы. Только что мы с вами видели и смотрели не самую лучшую картину по количеству заболевших. Опять же, ждем меры поддержки для безработных. И все это вкупе, то, что будет провоцировать еще большее снижение курса индекса американской валюты. Как будут вести себя рисковые инструменты? На фоне снижения индекса доллара, разумеется, риск будет расти. Евро-доллар у меня лично давно в длинных позициях. Я давно вам рекомендую брать эту валютную пару, не задумываясь. Тех, кто по-прежнему медлит, но может пытать удачу в расчете на то, что евро даст коррекцию в районах отметки 1.1750. Здесь проходит еще и не только линия нисходящая, восходящего канала, но еще и линия тренда и скользящая средняя. От нее можно попробовать отбиться уже с целью выше отметки 1.19. По фунту, друзья, по-прежнему лезть в эту пару не стоит. Посмотрите, вчерашний день и движение рваного характера, движение мощное по 70-80 пунктов, причем за такие короткие промежутки времени. Это явно доказывает то, что трейдеры не знают, как работать с фунтом дальше из-за рисков Brexit. Если бы не было Brexit, мы бы сейчас поставили на снижение курса американской валюты и спокойно бы покупали фунт. Но, к сожалению, новости по Brexit, которые, возможно, рискуют снова вернуть на рынок риск жесткого выхода на состав Европейского Союза, может очень быстро оборвать вот это восхождение и спровоцировать пробой вот этой линии тренда и уход ниже отметки 1.28.20. Еще пару слов про рынок нефти. Здесь мы держим длинные позиции, друзья. 42 доллара за бат и сейчас пару новостей, почему я покупаю фундовый рынок. Во-первых, мы следим за тем, как развиваются события с штормом, который уже стал ураганом Дельта. То есть объемы нефтедобычи сократились на 540 тысяч баррелей в день. Это много, друзья. Фактически в регионе, где бушуют стихии, 17% всех мощностей подобычи американской нефти. То есть это форс-мажорный фактор, который должен и в принципе поддерживать котировку нефти. Также не забывайте про новости о забастовке норвежских нефтяников, тоже под угрозой добычи 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Стимулы Трампа и точнее готовность Трампа все-таки протащить через директивы согласование мер фискальной поддержки – это тоже позитивный фактор для рисковых инструментов, потому что, опять же, это тот фонд, который спровоцирует снижение курса американской валюты и поддержит рисковый активы, не подносится к числу, разумеется, рисковых инструментов. Ну и по золоту, друзья, здесь я тоже держу длинные позиции. Опять же, котировка сейчас 1886. Если индекс американской валюты продолжит сегодня активно снижаться вниз, то при потере 1% можно будет ожидать эквивалентного роста больше, чем в 3-4% по золоту. Вот такая сейчас корреляция. И движение выше 1900 долларов за тройскую фунцию, но открывает дорогу выхода к прежним максимумам, которые находятся выше 2000. Друзья, на этом, собственно, все. Всем большое спасибо за внимание и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok